Ксения Чумак победила в номинации «Содействие развитию патриотического воспитания». В этом году девушка впервые подала анкету, где рассказывала о работе своей волонтерской команды и не ожидала, что займет призовое место. Проекты Ксении носят просветительский характер, знакомят молодых людей с историей родного края. У нас было реализовано в 2021 году несколько проектов. Это и создание Школьного музея по противницам связей на базе Державинского лицея, это и проведение Дней Германии в Фитрозаводске, которые мы проводим уже очень много лет. И каждый раз мы туда приглашаем к участию школьников и студентов и также проведение фестиваля Ватавара «Мифы и легенды». Премия «Достижения» ежегодно вручается в семи номинациях. Так, главный организатор – Карельский региональный центр молодежи при поддержке Министерства образования и спорта поощряет талантливых школьников, студентов и специалистов, которые развивают молодежь в нашей республике. Уходящий год, он, конечно, был тоже непростой с точки зрения различных ограничений, но молодежная жизнь продолжалась. Молодежные организации Карелии активно реализовывали свои проекты. Наши ребята очень много выиграли грантов и президента, и грантов Федерального агентства по делам молодежи. Достижение книги «Ребрендинг» почетного знака «Молодец» мы в 2018 году решили о том, что нам нужно как-то обновиться, вдохнуть в признание для молодежи некую новую жизнь. И поэтому вместо почетного знака «Молодец» стала вращаться премия «Достижение». Поэтому премии в этом году исполняются в 4 года, мы проводим его в 4-й раз. Лауреатами премии этого года стали председатель профкома обучающихся ПетрГУ Виталий Антипин, разработчик социальных проектов Надежда Дорофеева, лидер волонтерского отряда «Альтаир» Григорий Бондар, организатор конкурса «Мастера гостеприимства» студенты Александр Чернышев, заместитель руководителя ресурса «Медиаволонтеры ПетрГУ» и специалист молодежного центра «Смена» Елена Черкозерова. «Достижение» – это способ оценить степень вовлеченности молодежи в общественную жизнь республики и страны. Егор Буяло, Ульяна Летун, Борис Касьянов, Служба новостей.